Итоги уходящей пятницы Сколько любви в сердце самой прекрасной женщины на свете Огнестрельный ассортимент Сотрудники МВД подвели итоги арсенала Такие предметы могли попасть в руки злоумышленников Дорого ли обойдется? Незаконная коллекция Скажи, вирусу нет В Бобруйске продолжается иммунизация против COVID-19 Детей мы вакцинируем вакциной Виросел С какого возраста прививают? А также откровенный разговор Доступные цены И инвестиционные проекты Беларусь получит от России кредит в полтора миллиарда долларов На что пойдут деньги? Расставить все точки над «и» президент принял участие в саммите глав государства СНГ в Астане Сначала разговоры в узком формате говорили откровенно, в том числе о болевых точках Содружество нужно сохранить и развивать Это единая позиция всех участников На заседании Александр Лукашенко отметил Замыслы стран по реваншу за проигранные компании прошлого века вынашивались давно Во многом поэтому сейчас на первых местах в негативных экономических списках Россия и Беларусь Но истинные цели западных стратегов простираются гораздо шире А Украина лишь предлог Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки Принципиальные национальные позиции По-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада К сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных, территориальных споров О которых здесь только что говорили В том числе, которые Советский Союз не смог или не успел разрешить Сегодня внешние игроки предлагают неимоверное усилие Чтобы превратить каждый, даже самый незначительный спор в горячее противостояние После саммита президент дал 20-минутное интервью журналисту NBC Александр Лукашенко заверил Никогда Владимир Путин не ставил перед собой цель применить ядерное оружие в Украине Использование такого средства вызовет цепную реакцию и погубит планету В России это прекрасно понимают Белорусский лидер подчеркнул Нужно искать мирные способы решения конфликта Опасная коллекция Сотрудники МВД подвели итоги арсенала За неделю из оборота изъято 165 единиц незарегистрированного оружия И более 13 тысяч боеприпасов Свыше 800 взрывных устройств и 90 килограмм взрывчатых веществ Между тем, в Беларуси количество подобных преступлений минимально Правоохранители держат ситуацию под контролем Однако при обнаружении подозрительных или посторонних предметов Оставленных без присмотра Необходимо незамедлительно сообщить по номеру 102 Выявлено 322 административных праворушений У граждан изъято 445 единиц зарегистрированного оружия Осуществлены профилактические мероприятия В отношении черных копателей Благодарим за гражданскую позицию всех Кто поучаствовал в добровольном разоружении Или сообщил о незаконном хранении оружия Вы обезопасен не только себя Но и окружающих Поскольку такие предметы Могли попасть в руки злоумышленников Напомним, за незаконный оборот оружия И взрывчатых веществ грозит лишение свободы До 20 лет Тот, кто добровольно сдаст незаконные устройства И боеприпасы в органы внутренних дел Будет освобожден от административной И уголовной ответственности Зимняя готовность Выгодные перевозки И православный праздник Верующие отмечают покрова Пресвятой Богородице Громкие заголовки дня Далее в специальном обзоре Беларусь получит от России кредит В полтора миллиарда долларов Для импортозамещения На эти деньги будут производить Микроэлектронику, светооборудование И крупногабаритные подшипники Разработано уже порядка 14 Совместных инвестиционных проектов Некоторые из них на стадии реализации Грузы из Беларуси в Турцию Стали возить в пять раз чаще Государство в Западной Азии Готово выделить нашим перевозчикам Дополнительно полторы тысячи разрешений На 2022 Сохранять объемы международных перевозок Бизнесу помогают новые маршруты И логистические цепочки Март продолжает мониторинг цен Только за шесть дней проверено Почти 400 торговых объектов Как государственных, так и частных Пока нарушений выявлено немного Между тем, сообщить о росте стоимости Может любой желающий Для этого нужно заполнить специальную анкету На сайте Министерства антимонопольного регулирования И торговли Дорожные службы заблаговременно Готовятся к зиме Идут проверки состояния Снегоуборочных машин И пополнение запасов Противогололедных смесей Работы по заготовке реагентов Будут завершены к 15 октября Подготовкой переоборудования Спецавтомобилей До 1 ноября Православные отмечают покрова Пресвятой Богородицы Этот день считается Главным христианским праздником осени Желательно всей семьей Пойти в церковь Поставить свечи Помолиться И попросить о заступничестве Большинство верующих Соблюдают пост Недят мясную И молочную продукцию Перспективное решение В Беларусь поступили Кубинские вакцины Против COVID-19 Это Собирано-02 И Собирано-плюс Последние больше подходят Для повторной иммунизации На острове Свободы И в Иране Ими прививают Не только взрослых Но и детей с двух лет Сейчас препараты Проходят проверку качества А после поступят Во все регионы страны В данный момент у нас есть Китайская вакцина Есть спутник Первый компонент Второй компонент По территориальным поликлиникам Распределен Вакцинация В принципе коллективный иммунитет Который создавал город Бобруйск Вакцинируя все категории риска Против коронавирусной инфекции Дает свои плоды Детей мы вакцинируем Вакциной Виросел Это производство Китай Синофарм Вакцина показана в первую очередь Детям имеющим хронические заболевания Так как инфекция ковид Может вызвать их обострение И ухудшение состояния Поэтому следует защищать Таких детей в первую очередь В Беларуси несовершеннолетних Прививают в пяти лет Всего же в городе Основной курс иммунизации Прошли 70% населения Повод сказать спасибо Самому близкому человеку В Беларуси отмечают День матери Праздник который Находит отклик в сердце каждого И наполнен самыми искренними И нежными чувствами Наша республика Входит в топ 25 стран Где созданы благоприятные условия Для рождения И воспитания детей О тех Чью призвание дарить жизнь Оберегать И согревать своей любовью Татьяна Горбач От колыбели до последних дней Мы несем в душе Единственный и неповторимый Образ своей мамы Она как никто другой Все поймет Всегда пожалеет И будет беззаветно любить Несмотря ни на что В праздничный день В администрации Первомайского района Четырем удивительным женщинам Вручают орден матери Для них цветы Подарки И теплые слова Для каждого из нас Мама является самым близким Дорогим и святым человеком Именно мама дает нам жизнь Пока живы наши родители Мы все остаемся детьми Мы находимся все Под материнской защитой Для каждой матери Ребенок является Смыслом ее жизни И конечно же Мы должны платить Таким же теплом Мы должны платить Такой же заботой Своим матерям Среди награжденных Олеси Чалопан Пока многие ищут счастье Женщина свое Уже нашла Пять самых прекрасных детей Дают ей повод Радоваться каждому дню Старший Никита Сейчас далеко Учится в Гомеле И мечтает стать хирургом Катя получает Образование в колледже В планах девушки Открыть бьюти-салон Мама гордится Своей умницей дочкой И поддерживает Все ее начинания Четырехлетняя Даша Настоящий боец Не дает в обиду Ни себя, ни друзей Двойняшки Юлечка и Иришка Еще совсем малышки И только начинают Познавать этот мир С ними много хлопот Но еще больше радости С самого-самого детства Никогда не учила обманывать Даже ни учителей Ни вообще никого И как-то я Никите сказала Скажи вот так А он такой Мама Ну нельзя Наш папа Работает на Заводе биотехнологий Он может их и переодеть А для Даши это вообще Папа это лучше мамы Трепетная атмосфера В этот день царит и в ЗАГСе Троим молодым матерям Торжественно вручают Свидетельство о рождении детей И памятные подарки От Белой Руси В Бобруйске появились Новые жители Гордей, Доминик и Есения С этим первым Новым государственным документом Маленький человек Новый человек Гражданин нашей страны Получает свои права Это очень важно Поэтому с удовольствием Поздравляем всех мам Сегодня в этот праздничный день И хочется пожелать В этот день здоровья деткам Здоровья мамам Пусть они будут счастливы Пусть они будут успешны Семьи, родители и дети Бобруйска Громаш Оригинально поздравляет Своих сотрудниц С Днем Матери На автодроме 14 самых смелых И уверенных в себе женщин Борются за звание Автоледи 2022 Дамы демонстрируют Отличные знания ПДД И соревнуются В скоростной сборке пазла Прекрасные гонщицы Лихо закладывают виражи По пересеченной местности Показывая не только Хорошую скорость Но и навыки маневрирования Трасса вообще замечательная Эмоции были превосходные Я когда первый газ сдала Первый раз Это было очень волнительно Потому что руль очень легкий И было очень страшно Особенно там как гравийка А не асфальт К чему мы привыкли Это вообще круто Особенно когда машину заносят Поддержке материнства В Беларуси уделяется большое внимание Трехлетний отпуск По уходу за ребенком Адресная социальная помощь И выплата пособий О которых за рубежом Могут только мечтать Особый подход К многодетным По программе Семейный капитал Открыто уже более 118 тысяч депозитов На улучшение жилищных условий Получение медуслуг И образования Не случайно Наша республика Входит в 25 стран мира Где созданы благоприятные условия Для родителей Укрепление семьи В числе приоритетов Государственной политики Хочу поздравить свою маму Галину Владимировну Пронину С Днем Матери Желаю ей счастья Большого здоровья Крепкого Долголетия И естественно Всех матерей Города Бобруйска И Беларуси Мама Поздравляю тебе с Днем Матери Желаю тебе всего самого хорошего Самого наилучшего Желаю Чтобы мы твои сыновья Мой брат Костя И я Были самыми лучшими для тебя Сыновьями На планете Поздравляю тебе души С Днем Матери Хочу пожелать счастья Здоровья Чтобы она всегда была красива И долго жила И вообще всех мам С Днем Матери Дорогая мама Я хочу тебя поздравить Спасибо тебе за то Что ты родила меня И моего брата И моих сестер Я благодарю тебя За то что ты есть у меня Слава Богу за тебя Я тебя очень сильно люблю И поздравляю тебя С этим праздником Татьяна Горобач Карина Гуревич Максим Галеонко Станислав Чичерин Бобруйск 360 Первый шаг Гордой профессии Белорусская молодежная организация Спасателей пожарных Отмечает день рождения История объединения Началась еще в 2001 Сейчас отделения Сформированы во всех областях И районах страны Слеты Полевые лагеря Конкурсы рисунков Спортивные состязания Помощь пожилым И инвалидам Молодые люди Учатся правильно вести себя В чрезвычайных ситуациях И авариях Чтобы спасать жизни А в будущем Многие из них Могут вступить В ряды МЧС Что касаемо задач Которые возложены на это Конечно же Это первое Ребята вовлечь В вопросы безопасной Женедеятельности Дать им основы Знания В этом направлении Ну и надеемся Что ребята Смогут научить В каких-то вопросах Даже своих родителей Накануне В ряды юных спасателей Пожарных Вступили больше 40 Мальчишек и девчонок 35-й школы Имени Павла Батова И вручили Членские билеты Стать частью организации Могут ребята С 16 лет Или раньше С разрешения родителей Это все Из событий К этой минуте Смотрите нас В интернете И соцсетях Мы в эфире Каждый будний вечер Счастливо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok